Друзья, здравствуйте! Каждый раз, когда в человеческой истории происходит какое-то страшное событие – землетрясение, наводнение, война, смерть какого-то выдающегося государственного деятеля. Моментально, тем более в наши дни, потому что есть интернет, появляется куча статей о том, что это все предсказал Нострадамус. Вот Нострадамус все это знал. Вот такой вот Катрен в его книге «Центурии», значит, все он это предвидел и много раз уже об этом говорили. Вот первая публикация нашего издания 10 лет назад, 15 и так далее. Но если не Нострадамус это предсказал, то 100% это предсказала Ванга. Иногда, конечно же, вклинивается туда монах Авель, иногда Вольф Мессинг и иногда в России, если мы говорим о российских предсказателях, то туда вмешивается Павел Глоба. Это в начале 90-х было очень популярно. Сегодня речь у нас пойдет о предсказателях. Тем более есть прекрасные даты – 1 марта 1555 года, вообще страшно подумать, 468 лет назад вышла первая книга Мишеля Нострадамуса, которая называлась «Центурии» или «Столетие». И состояла она из 353 четверостишей, то есть Катренов. Всего создал Нострадамус порядка тысяч, если быть точно 942 четверостишья, из которых до наших дней дошло 141 четверостишья. И толкователи, а это сейчас самое важное, вот о чем пойдет речь в этом выпуске, о толковании. Вот толкователи считают, что совместив астрологию с мистикой, раскрыв тайны древних языков, которыми пользовался, умерших уже языков, которым пользовался Нострадамус, мы поймем, что события, описанные Нострадамусом, охватывали период с конца 16 века по 3797 какой-то там год. Есть, правда, более точные толкователи. Считается, что пророчества Нострадамуса закончились в 1998 году. Давайте сегодня подробнее разберем вообще, почему человечеству это так важно, что на самом деле было предсказано, что оказалось фейками или лже-предсказаниями и вообще, как предсказатели влияли на человечество. 16 век в прованском местечке, в прованском городке Ремиссен-Прованс рождается на свет Мишель де Нотр-Дам. Именно так его звали на самом деле. Рождается он в семье евреев-сифардов и, собственно говоря, его еврейские корни, конечно, ему обязательно будут во Франции поминать и в Италии тоже. Мальчик крещён в католичество. Отец его крестил с матерью в католичество. Отец работает нотариусом. Мать, как бы сейчас сказали, домохозяйка. И вот молодой человек начинает развиваться. Он хочет быть врачом. В 1519 году он начинает учиться на врача. Через 10 лет он уже в Монпелье поступает и обучается на доктор уже серьезно. Сначала он учит риторику, он учит историю, он учит философию. Потом он учит медицину. Но то, что понималось под медициной того времени, это и лечебные отвары, и растения. Понятно, что никакую химию, никакие изготовления сложных лекарств тогда еще не знали. Хотя Нотр-Дам, да. Ну, Нострадамус, давайте так говорить. Хотя Нострадамус впоследствии придумал свои таблетки, это были пилюли от чумы. Вот. Ну, обо всем по порядку. Вот в 1929 году он учится в Монпелье. И, собственно говоря, тогда появляется его подпись Нострадамус. Потому что она написана по-латыни, она звучит более весомо. И как раз врачу, конечно, такая подпись подходит. Она добавляет такого вот прям серьезного веса в глазах обывателей. Надо сказать, что в Европе в тот момент болезней много. Это и простые всякие разные хвори, заразы и чума, которые периодически в Европу добираются. И, собственно говоря, Нострадамус тоже не избежит всей участи. Важное знакомство, которое Нострадамус совершает, это знакомство с Жулием Сезаром Скаллигером. Это такой философ, мистик, я бы сейчас, наверное, сказал политолог. И, собственно, про Нострадамуса я тоже скажу, что он политолог. Потому что все, чем он будет дальше заниматься, оно на стыке мистики, астрономии и политологии находится. Потому что он зачастую толковал события, которые происходили при нем. Он знакомится с Скаллигером и становится его учеником. В какой-то момент они ругаются и расстаются. И виной тому был как раз по воспоминаниям современников антисемитизм Скаллигера, который после этой ссоры писал всякие письмеца в адрес Нострадамуса, подчеркиваю, его, собственно говоря, еврейские корни. Но, тем не менее, у Нострадамуса младший сын. И он назовет его Сезар. И, скорее всего, конечно, в честь учителя. В последнее время все чаще приходят новости об утечке персональных данных у крупных компаний. Часто причиной таких утечек становится нарушение простых требований информационной безопасности. Сотрудники компании передают пароли от важнейших корпоративных сервисов через мессенджеры или по почте. Используют одни и те же пароли для нескольких аккаунтов. Причем все знают, что так делать не стоит. Но все равно делают. И это, конечно же, приводит к взломам и утечкам. Чтобы защитить бизнес от подобных инцидентов, используйте Passwork. Он сильно упрощает совместную работу с корпоративными доступами. В Passwork вы создаете общие папки, добавляете туда доступы от разных сервисов и приглашаете своих коллег. Сотрудники быстро находят нужные пароли, а администратор управляет правами пользователей и отслеживает все действия — кто какой пароль открыл, скопировал или передал. Если же сотрудник увольняется, то Passwork проанализирует, какие пароли он просматривал и предложит их сменить. Все данные хранятся на сервере компании и не передаются ни в какое облако. Кроме того, Passwork входит в реестр российского программного обеспечения, что особенно актуально для госкомпаний и корпораций. Его уже используют сотни крупнейших российских компаний. Поэтому, друзья, чтобы не допустить утечки данных, используйте менеджер паролей Passwork. Ссылка ждет вас в описании. И вот Нострадамус учится, он пишет медицинские трактаты, он врачует. И в 1537 году во Франции, на территории Франции, на территории Италии, на территории Европы вообще — чума. И в 1537 году у Нострадамуса от чумы погибает жена и дети. И, собственно говоря, вы понимаете, что такое для врача гибель близких родственников, жены и детей от чумы. Ну, какой-то врач, если ты своих родных не можешь вылечить. И это, конечно, по авторитету Нострадамуса ударило. Тем не менее, он борется с чумой, он придумывает ароматические пилюли и в их рецепте пишет совершенно гениальную вещь. Принимая эти пилюли, большинство людей чумой не заразилось. Что такое большинство людей? Почему? А пилюли были с розовым маслом и розовыми лепестками. Их следовало, значит, рассасывать под языком. То же считалось, что чума, она вместе с дыханием проникает в человека. И, собственно, если жевать эти розовые пилюли, то ничего, чума тебя не заденет. 1546 год на дворе, он уже в Марселе. В Марселе ужасная ситуация, потому что Марсель — портовый город. Естественно, чума добирается сюда первым и выкашивает все население. То есть хронисты пишут, что там мостовые зарастали травой, население просто исчезало. Кто-то умирал, кто-то убегал из города. Вот он там занимается врачеванием. И, в общем, у него тогда уже появляются проблемы, потому что он начинает заниматься предсказаниями. Есть знаменитая легенда о том, что какому-то сиятельному прованскому вельможе он предсказал историю его поросят. Ну, то есть, как вельможа решил его подколоть, троллил его и говорит, вот, есть у меня два поросенка — белый и черный. Вот что случится с ними в ближайший вечер. И Нострадамс ему, как гласит легенда, сказал, что белого, значит, подадут к ужину, а черного сожрет волк. И, соответственно, вельможа это предсказание услышал, позвал повара и говорит, черного, значит, сегодня зарежь на ужин, вот, а белого оставь, пусть он, значит, живет своей жизнью. Повар в итоге так и сделал, потом приходит, выясняется, что все получилось наоборот. Пришел волк, значит, спрятанного этого свина созрал, и черного в итоге подали к столу, и, в общем, троллинг его не удался. Ну, понятно, что это какая-то городская легенда, вряд ли она имела место быть, хотя тогда уже были предсказания, и слава Нострадамуса на локальном уровне в Провансе росла, и у него начался конфликт с церковью, потому что тоже понятно, мы много раз в наших передачах говорили о том, что церковь претендовала на то, чтобы владеть не просто душами, но умами населения, а здесь какой-то пришел Нострадамус, что-то он предсказывает всем, говорят, что избывается, но это наверняка ересь какая-то, тем более мы помним, что юг Франции, это история катаров, посмотрите выпуск, если не видели, о том, как королевская власть выжигала ересь катаров огнем и мечом, и был целый крестовый поход, и, в общем, юг Франции, Прованс особенно, да, он всегда пребывал в таких черных списках у французских королей, потому что там всегда какая-то, значит, зреет какой-то заговор. И Нострадамусу начинают тягать церковные начальники и пытаться обвинить его в ереси, узнавать, а как он предсказания свои составляет, а вот вы занимаетесь астрономией, а нет ли там чернокнижья, например, какого-то, и в какой-то момент эти все конфликты происходят, но ему удается их сгладить, но, честно говоря, обвинение в ереси в средние века – это приблизительно высшая мер наказания, да, и вот как только это обвинение звучит, его, конечно, уже подхватывают, и конфликт растет, растет, растет. В общем, Нострадамус убегает в Италию, чтобы спасти свою жизнь. Почему его обвинили в ереси? Что такое четверостище? Классическое четверостище Нострадамуса написано «Весьма туманно». Ну, это вообще главная соль, главная суть его предсказаний, почему копья, огромное количество копий будет сломано на протяжении веков. Написаны они столь туманно про рыб, которые дышат одинаково и на суше, и в воде, про падение двух башен, а это про близнецы в Нью-Йорке он тогда написал. Написано это так? Трактуй, как хочешь. Естественно, можно сказать, что да, Нострадамус специально так писал, чтобы все можно было толковать двояко, и никаких претензий ему предъявить было невозможно. Но на самом деле, конечно же, все четверостищие Нострадамуса, которые написаны вот этим стилем, причем они написаны, да, надо понимать, они написаны на старо-французском, они написаны на провансальском, который совершенно другой язык, они написаны на древне-иудейском, они написаны на итальянском, они написаны на латыни, они написаны на арабском. Причем слова из разных языков перетекают одно в другое, и непонятно, что называется этим словом, а что называется другим. И вот такая туманная форма пророчества и прорицателей, она была характерна античному миру. И Нострадамус, конечно, ему наследовал, да, он наследовал пифии, например, и вот это вот, весь его стиль, он пошел оттуда. И на самом деле здесь, конечно, надо сказать пару слов вообще, откуда прорицатели все эти взялись, и почему Нострадамус наследовал именно эта античная традиция. Конец учебного года не за горами. Сразу вспоминается, как сложно давались контрольные экзамены в школе. Приходилось заучивать материал, читать бесконечное количество книг, и способ этот пусть и давал эффект, но не всегда позволял усвоить материал. Все-таки важно, чтобы обучение было не только полезным, но и интересным для ребенка. А как это сделать, точно знают в онлайн-школе для детей и подростков SkySmart от SkyM. SkySmart обучают всем основным школьным предметам. Шахматам и программированием. А еще готовят КОГЭ и ЕГЭ. Для каждого ученика программа подбирается индивидуально в зависимости от того, что ребенку интересно, и как ему легче усваивать материал. Многие уроки, особенно для дошкольников и учеников младших классов, построены в игровой форме. Так гораздо проще изучать даже самую сложную науку. Ведь информация, которую мы получаем через интерес, быстрее запоминается и надолго остается в памяти. Это подтверждают и результаты. В среднем ученики SkySmart получают 80 баллов на ЕГЭ по-английскому. Еще одно важное преимущество – возможность самостоятельно составлять расписание. Следить за прогрессом ребенка можно в личном кабинете. Там же можно подобрать репетитора или заменить на другого, если уже во время занятий вам что-то не понравится. А если вы и сами хотели бы пройти обучение, то вам я рекомендую школу английского языка Skyeng. Подобрать программу можно, исходя из ваших потребностей. Там есть не только разговорный, но и профессиональный английский для разных специальностей. Кстати, сейчас Skyeng и в SkySmart при покупке английского для взрослых или любого предмета для детей вы получаете до 10 уроков в подарок. А оплачивать обучение можно в рассрочку без переплат. Промокод на экране, а ссылка уже ждет вас в описании. Безусловно, человечество в тот момент, когда оно себя начинает осмыслять, хочет знать свою судьбу. Что будет дальше? Поэтому маги, прорицатели, шаманы и колдуны были и есть, я вам хочу сказать, при дворе любого уважающего себя государственного деятеля. Даже в наши времена все этим пользуются. А во времена античные, доантичные, понятно, что были шаманы, которые гадали по внутренностям бобра, которые рассказывали о рождении или болезни ребенка по состоянию звезд на небе. Все это было, имена мы их не знаем, потому что история их не сохранила. Но первый прорицатель, первая институция прорицателей, это, конечно, Дельфийский оракул, это Древняя Греция. Что такое Дельфийский оракул? Это храм Аполлона в Дельфах. Почему он построен на этом месте? Потому что по легенде, согласно мифам Древней Греции, Аполлон на этом месте победил огромного чудовищного змея. И вот на этом месте построили храм, и храм работал следующим образом. В храме была прорицательница, которая впадала в некое состояние транса, дышала лавровыми кустами, поднимался пар от источника, который был рядом с этим храмом, а она начинала вот в этом сомнобулическом состоянии вещать. Ну, знаете, я хотел привести какой-нибудь красивый пример, но у меня почему-то прям уходит пример из собачьего сердца. Вы помните, когда Шарикова привели в цирк, а там, значит, вот эти шарлатаны на арене судьбу предсказывали. И Шариков, значит, крикнул, какое главное событие в моей жизни? И этот комиссар прорицательницу толкнул, делай загадочное лицо, дура, впереди. Ваше главное событие у вас впереди. Ну, вот приблизительно было это таким образом, вот наслушавшаяся, значит, духов прорицательница, она сообщала это жрецам. А дальше жрецы толковали это вообще как хотели. И на самом деле все это в расцвете, это пятый, это седьмой, пятый век до нашей эры. В тот момент все сильные вот этой цивилизации античной, сильные мира, они начинают приезжать к Дельфийскому оракулу. Сначала гадания происходят раз в год, потом они происходят по определенным числам раз в месяц. Ну, я здесь цинизм сразу включу, совершенно понятно, почему они начинают происходить раз в месяц, потому что спрос рождает предложение. Никто просто так не приходил, конечно, к Дельфийскому оракулу, скажи-ка мне, жреца, хочу начать войну со Спарты. Сказали, можно увидеть ваше финансовое благополучие? Естественно, Дельфийского оракула одаривали там всем, чем можно, да? Знаменитый царь Медас прислал им золотой трон, крёст им платил огромные деньги. И все это было популярно, и на самом деле Дельфийский оракул родил вот такую вот манеру изложения. Например, греки ведут войну со Спартой. И, соответственно, отправляют к Дельфийскому оракулу послание, предскажи нам, что делать, потому что враг сильный и ужасающий. И Дельфийский оракул говорит, укройтесь за деревянными стенами. Ну, вот вы бы как эту фразу столковали? Ну, построить везде деревянных стен вокруг кофей, ну, укрыться за их стенами. Ну, казалось бы, чего проще, но нет. Греческие полководцы соображают, что войну на суше не выиграть, значит, надо строить флот, чтобы нанести врагу поражение на море. И деревянные стены – это стены кораблей, и Афины побеждают в этой войне. Ну, это же потрясающее предсказание, да? Оно настолько точное, что даже сложнее вообще создать более точную вещь подобрать в жизни. И вот все в таком духе. Не обжигайте сосудов печи, дает рекомендацию Дельфийский оракул. Ее трактуют жрецы, ее трактуют государственные деятели. Ага, значит, людей в башнях нельзя сжигать, потому что это будет воспринято как чудовищная жестокость на войне и вызовет еще большую жестокость наших врагов. Приезжает Филипп Македонский, отец Александра Македонского, и задает Дельфийскому оракулу вопрос, а как ему победить врагов? И Дельфийский оракул ему говорит, сражайтесь с серебряными копьями. Ну, тоже понятно же, да, что надо сразу добывать серебро, благо оно есть, и ковать серебряные копья. Но нет, Филипп был настолько умный, что он понял, сражаться над не копьем, а деньгами, и начинает чеканить серебряную монету, начинает покупать просто все окрестные земли. Ну, то есть, вы понимаете, уровень этих пророчеств, вот он был совершенно таков. Вот еще одна история знаменитая, опять миф знаменитый, а не история, да, тиран Дофидоса с Пергамо решил потроллить Дельфийского оракула, и пришел к нему и сказал, где я потерял своего коня, хотя коня никакого он не терял. И Дельфийский оракул ему сказал, найдешь ты коня своего в городе Иппос. Он приезжает в этот город и умирает там, потому что Иппос по-гречески значит конь. Вот такое вот, например, пророчество. Мне больше всего нравится пророчество, данное Крезу, который пошел войной на персидского царя Кира, и по привычке приехал к Дельфийскому оракулу, и Дельфийский оракул ему совершенно гениальное пророчество. Сказал, перейдешь реку, погубишь великое царство. Ну, естественно, Крез бросился сразу на войну, стоит только перейти реку и разгромишь персов, как он прочитал. Перешел реку, персы его разорвали, просто как обезьяна газета, он потерял свое царство. Вот, про Македонского еще последнее, просто там очень много этих баек, их можно еще час читать, про Александра Македонского потрясающие вещи. Он потребовал, чтобы ему Дельфийский оракул сделал пророчество, а Дельфийский оракул сказал, что у нас закрыт сегодня рабочий день, приходите там через месяц, когда у нас будет, собственно, прием населения. Вот, но поскольку Александра Македонский нравом, мы сами понимаем, каким обладал, он велел эту жрицу притащить за волосы, и когда ее притащили, она сказала, ты не победим, сын мой, он сказал, все, спасибо, дальше не надо, я все понял про себя. Вот, вот такие истории. Безусловно, что такое пророчество, это сразу поле для махинации. Если человек обладает сверхъестественными, по мнению других способностями, это можно использовать. И вот таким образом Дельфийский оракул сначала играет на стороне Афин, потом Спарта становится его, будем говорить, военной крышей, потом они переметнулись к персам и делали все предсказания в сторону персов. И все эти лжесвидетельства, лжепророчества, вернее, они начинают всплывать. И, конечно, весь этот миф вокруг Дельфийского оракула умирает, но в истории они для нас остались первыми, конечно, первым институтом прорицателей. Потом их разграбят римляне, потом их разграбят галлы, и, в общем, вся эта история практическая закончится, а историческая останется. Поэтому мы знаем, что считаем, что первый институт этих пророков и прорицателей – это Дельфийский оракул. Вторая важная вещь – это книга «Сивилл», которую, по слухам, некая старуха в Риме пыталась продать Тарквинию гордому. Она сказала, что, значит, вот есть у меня шесть книг, купи их за какие-то безумные деньги. Ну, Тарквиния гордый сказал, бабка, слабо ты домой. Она сказала, в них сокрыты тайны мира. Он говорит, ну, тем более, потому что я человек здравый все-таки. Она сказала, хорошо, тогда, значит, я из шести три сожгу, и ты не узнаешь половину истории мира. А оставшиеся три она ему в два раза большую сумму объявила. Он сказал, что, ну, это вообще безумие. В итоге бабка жила книгу за книгой, осталась одна, ее Тарквиния гордый купил. И, открыв ее, он просто прям пришел в ужас, потому что там было написано все, что было, будет, и что с этим делать. И он ее закрыл в храмы Юпитера и сказал, никому вообще не открывайте, берегите, как зеницок. Ее кто-то попытался раскрыть, почитав его отсутствие. Человека поймали по хорошей римской традиции того времени, гуманной, зашили в мешок из бычьей кожи и бросили в тибр умирать. Вот, собственно, и все. И дальше по большим событиям открывали эти книги, когда были землетрясения, когда были неурожаи, заговоры против власти. И вот смотрели, что написано в книгах Сивил об этом событии и как на него реагировать. Книги Сивил горели, их восстанавливали в 83 году до нашей эры один раз по записям, которые были найдены на всяких разных греческих островах. Потом они сгорели еще раз, их восстанавливали при Юстиниане. Но, тем не менее, вот этот стиль туманный, мутный, он перешел к нашему герою Нострадамусу. В 1553-54 года Нострадамус начинает писать письма королю Франции Генриху II и говорит, в этих письмах письма не сохранились о грозящей опасности для короля. Никаких ответов на эти письма нет и в 1555 году он уже выпускает первые центурии и они становятся очень-очень популярны, потому что их тут же начинают толковать, накладывать на произошедшие вот недавно события и говорят, старик-то прав. И действительно, слава о Нострадамусе начинает распространяться и в 1556 году он приезжает в Париж. Тут история умалчивает, сам ли он приехал, пригласили ли его. Скорее всего, пригласили, потому что он был очень популярен, а любая власть от французского короля до нацистов, я об этом позже расскажу, они все обращались к Нострадамусу. И вот Нострадамус приезжает в Париж, и вместо того, чтобы его приблизить к королевскому двору, его там просто на церковный собор практически выхватывают. Конечно, по отдельный собор по нему не собирают, но тем не менее его обвиняют в ереси и говорят, что, дорогой друг, ты как своя прогноз-то делаешь? Покажи нам астрономические выкладки, нет ли здесь чернокнижья? И убоявшись этой кары, Нострадамус, который мечтал о славе королевского главного медика, главного астролога, он бежит в Италию. Но остаются его центурии. И вот через очень короткое время, в 1559 году, Генрих II трагически погибает. У него дуэль, не дуэль, турнирная дуэль, на праздники. И он бьется на копьях, это поединок на конях рыцарский, с копьем в руке, он бьется с графом Монтгомери. И граф Монтгомери бьет его копьем в панцирь, у графа ломается копье, и неловким движением он этим обломком копья, который заострено, понятно, деревяшка, попадает в прорезь королевского шлема и выбивает Генриху глаз. А остатки копья попадают в мозг. И Генрих II умирает. Перед смертью он сказал, что ни в коем случае нельзя Монтгомери судить, это был честный поединок, и что называется, несчастный случай. Генрих II умирает, граф Монтгомери потом, конечно, поволокут на виселицу или отрубит ему голову, но уже по другому поводу, потому что это будут уже религиозные войны, и он, в общем, будет на стороне гугенотов, за это его французская корона покарает. Но дело не в этом. Дело в том, что в центуриях обнаруживается четверостишье. Молодой лев нападет на старого, выколет ему оба глаза ударом в прорезь в золотой клетке, и старый лев погибнет. Ну, тут, по-моему, уже понятно, да, что вот оно классическое, прям букву в буфку предсказание, что Генрих II погибнет на дуэли. Золотая клетка – это шлем, золотая клетка с прорезью. Старый лев – это король, молодой лев – граф Монтгомери. Хотя граф Монтгомери был всего на 6 лет моложе Генриха II, но история об этом уже умалчивает. Это становится просто эффектом атомной бомбы. Все начинают об этом говорить. Нострадамус сидит в Италии, начинает просто ходить в эту рукопись по двору Франции, и, собственно говоря, он становится настолько популярным, что Екатерина Медичи, королева французская, требует этого Нострадамуса разыскать, и они встречаются. Они встречаются в 1561 году, и Медичи настолько им очаровано. Он, естественно, сразу уже, как мудрый прорицатель, наштамповал ей некоторое количество хвалебных предсказаний, что все будет потрясающе. Здесь у вас будет по одного сына другой брак. Вы всех своих сыновей, у него было три сына, всех увидите королями Франции. На самом деле королями Франции станут только два ее сына, а третий умрет, не дождавшись своей очереди. Но это потом перетрактуют и скажут. Но один из сыновей, он же был не только королем Франции, он же носил корону Польши, в которой он никогда не был. Вот три корона. Он не три королевства обещал, а три корона. Вот Нострадамус прав. И Мерича его приблизит, и он станет супер вообще известным человеком. Он станет главным королевским медиком, он станет главным королевским астрологом. И, собственно, вот эта вот легенда о Нострадамусе, она начинает вот в тот момент, то есть он при жизни получает невероятную, а я бы сказал всемирную, потому что Европа тогда весь мир, всемирную славу. Также из Италии, где он до этого скрывался бегством от инквизиции, в Италии история, он встречает молодого монаха и предсказывает ему, что ты будешь римским папой. И действительно, этот монах через какое-то время становится римским папой с Икстом Пятым. Ну, то есть все. Нострадамус предсказал все. И вот с той поры он безумно популярен. Альмонахи ежегодно его пускает, каждый год рассказывает о том, что будет, трактует события. Почему я назвал его политологом? Потому что, конечно, я сейчас приведу аналогию, которую вы наверняка поймете. Вот есть огромное количество телеграм-каналов. И в этих телеграм-каналах пишут разные слухи. Кто-то имеет доступ к информации, кто-то имеет доступ к источнику доступа информации, кто-то просто слышал третье лицо. И вот эти домыслы, если вы, например, пожелаете составить политическую картину происходящего или экономическую картину происходящего, покупать доллар, скидывать доллар, вы зайдите в телеграм-канал, и там будет 20 крупных каналов, сопоставив из которых информацию, вы можете тоже начать писать Центурии. Потому что, в общем, сопоставление фактов – это работа политолога. Сопоставление фактов и извлечение из них выводов. Вот этим самым занимался Нострадамус. И многие считают, исследователи его творчества, что он описывал события не будущие, а произошедшие или происходящие. Потому что он считал, что истории цикличные, они все равно в любом случае повторятся через 20, 30, 50, 100 лет. И здесь он, конечно, абсолютно прав. Трудно спорить. История учит только тому, что она вообще ни одного человека ничему не научила. Нострадамуса призывают определить судьбу первенства. Будут ли болезни? Какие будут выгоды от брачных ус? Он все это детально предсказывает, описывает. Что-то включается в альманахе, что-то остается при дворе короля или при дворе бельможи, который его позвал. Еще одна история из времени итальянского побега Нострадамус. В одном из храмов воруют церковное серебро. И церковники думают, а как найти варьё-то? Вот Нострадам уже здесь. Но для него найти этих жуликов – это просто пару пустяков. Его призывают. Он, естественно, делает ритуал. Ночь. Он позже это в предисловии своих центурий сыну Сезару напишет. И вот он совершает это в таинстве ночи. Все эти свои прорицания. Пишет их туманным языком, чтобы чернь не познала смысла и, значит, вообще не сломала тайное устройство мира. И вот они его призывают. И он говорит, что действительно, я вам сейчас напишу. И пишет документ. Он буквально начинает словами. Вот вам абсолютно четкий и ясный документ, после которого пройдет некоторое время, и вы поймете, что я был прав. Документ, письмо очень длинное, оно причем сохранилось в подлиннике. И написано там буквально следующее, что церковное серебро похитили два человека из вашего ближнего круга, которых вы и так всегда подозревали в нечистоплотности. Дальше длинное телега о том, что как же такое в Божьем храме можно сотворить. Пытались они продать его, как вы правильно и сами и предположили, но план потом сломался. И сломался он из-за солдата, который уехал уже из города. И дальше вот все в таком духе. В общем, в конце концов, вы вот такой ищите среди своих. Предсказание гениальное, потому что, конечно, все крупные кражи всегда совершают люди либо свои, либо близкие к своим. То есть с этой точки зрения, конечно же, с Нострадамусом трудно спорить. Но написано это было столь мутным языком, что трактовать это было никак невозможно. Но, тем не менее, церковники удовлетворились, сказали, действительно, Нострадамус указал нам на двух заблудших овец в нашем стаде. Вот такие вот предсказания Нострадамуса. И дальше, чтобы понять вообще, в чем суть, надо обратиться, вот если вы погуглите предсказания Нострадамуса, там все предсказано. Война Первая мировая, Вторая мировая, смерть Николая II, авария на Чернобыльской АЭС, смерть Сталина, развал Советского Союза. Все это предсказано, и все это абсолютно очень хорошо написано. Проблема только в том, что, конечно же, это не так. Потому что любое четверостише, сейчас я вам их буду читать, вы поймете, что трактовать это можно как угодно. Появится Великий Антихрист. В разные времена это относили. К Наполеону Бонапарту, Гитлеру, к Сталину. Начнется Великая война между мусульманским Востоком и католическим Западом. Ну, они, в общем, шли и при Нострадамусе, и дальше они будут идти. Вот у него есть предсказание по поводу России, что в России, значит, появятся вот такие-таки правители, потом будет длинная череда неудач, а потом Россия вознесется над Европой. Так тоже можно сказать о любом крупном государстве. У него есть в истории взлеты и падения. Тем более, где находилась Московия в тот момент, и где находилась Нострадамус, в Экс-Сан-Провансе. Это вообще, что он знал о Москве, и какие слухи до него могли доходить, кроме того, что там люди с песними головами. Или наоборот. Ну, то есть, очевидно, что никакой экспертизы у него не было. И вот дальше начались трактовки. Первый исследователь творчества Нострадамуса это Шевеньи. Он начал исследовать, он начал раскладывать. Причем все это пытались наложить на науку, что Нострадамус видел звезды, которые, или солнце, которое повторяет свои цикличные затмения. Соответственно, в 1999 год появится великий французский король. 1999 год прошел. Мы знаем, что никаких королей во Франции нет. И никаких даже великих государственных деятелей после де Голли, в общем, извините, там тоже не появилось. Вот. Но перекладывается это вообще на любую ситуацию. И рухнули две великие башни. А, ну, Нью-Йорк-близнецы. Я вам уже об этом сказал. Толкователями, конечно же, пользовались. Когда французская элита начала воевать с Наполеоном, ну, как, когда он ее начал, в общем, сажать недобитых французской революции и изгонять из страны, все вспомнили про Нострадам, что действительно появится Антихрист. Вот он по всем понятиям родился в Европе. И, соответственно, он истребляет весь наш уклад. Вот Антихрист это он. Дальше мы переносимся в 1939, приблизительно год. Жена Геббельса, как любая женщина того времени, любила читать на ночь. И читала она в основном мистику и оккультизм. Потому что я сейчас готовлю большую программу про аненербию и вообще про оккультные вещи Третьего Рейха. Там в этот момент все сошли с ума на мистике и подтягивали в копилку нацизма все, что ложилось в этот момент близко к тексту и близко к хотелкам нацистского руководства. Вот Нострадамуса кто-то ей подложил, она открыла на какой-то странице и сказала, Йозеф, а вот тут же вот что вы говорите, тут же вот что-то предсказано. И мне подстрочник написал, знакомый, это просто я сама не могла четырестичь так хорошо разложить. А здесь вот написано, что действительно арийское господство, это все, что вы говорите. Немцы распечатывают это лжепророчество и в 40-м году разбрасывают на листовках на территории Бельгии, Голландии и Франции. Сдавайтесь, все предсказано Нострадамусом, вам кранты. Вот таким образом действовала государственная власть. И любой государственной власти, любой элите, когда были выгодны эти толкования, все время подсовывали эти псевдо-откровения Нострадамус. Причем авторитет уже действительно был высокий. Прошло много столетий после его смерти. Людовик XIII приезжает на его могилу, это уже 17-й век. Людовик XIV посещает его могилу. Все короли были влюблены в пророчество Нострадамуса, а дальше все государственные деятели. И вот так возникли эти толкования. Сейчас я вам приеду пример. Ну вот, смотрите. Когда перевернутся носилки вихря и станут друг против друга те, кто закутан плащом, республика будет потревожена новыми людьми. Тогда белых нельзя будет отличить от красных, тогда белые и красные поменяются местами. Ну, в общем, ко всему подходит. И к религиозным войнам, протестантов с католиками, и подходит к Великой Французской революции, к гражданской войне в России подходит, и к гражданской войне в Испании подходит. Ну, в общем, трактуй как хочешь, все зависит от того, на каком языке будешь переводить. Во Вселенной будет сотворен один монарх, который недолго будет жить в мире. Тогда потеряет путь рыбачья лодка, и управление будет совершаться с большим ущербом для всех. Ну, это тоже откровение, совершенно блестящее. Крушение любой страны можно подвести под это четверостище. «Придут поздно, когда казнь будет совершена. Преодолев встречные ветры, письма, посланные ранее, 14 заговорщиков одной секты закончат дела с помощью Руссо». Ну, Руссо – это не имеется в виду великий французский просветитель, но тем не менее, да, тоже. Можно найти огромное количество заговоров, и наверняка 14 человек, как в каком-нибудь заговоре мы с вами найдем, и скажем, вот, старик Нострадамус-то об этом говорил. «Сколько раз ты будешь взят, город солнце, в тебе будут меняться варварские и пустые законы, твоя беда приближается, ты пострадаешь еще больше, великая Адриатика покроет твои улицы». Ну, это о каком городе можно сказать? Это, в принципе, можно сказать про Афины, это можно частично сказать про Стамбул, то есть про Константинополь, который действительно будет не раз взят и крестоносцами, и потом османами. Под любой город это подходит. «С востока придет пуническое коварное сердце, рассердит Адриатику и наследников Ромула. С ним придет ливийский флот, опустеет храм Мелиты и соседние острова». Если бы я сейчас еще взял минут 10, чтобы это расшифровать, ну, понятно, что здесь сразу читается нашествие арабов в Европу, но также можно подвести все это под взрыв самолета над Локербе в Шотландии в 20 веке, потому что будет потом доказано, что спонсировал террористов Муаммар Каддафи, который где был в Ливии. Вот ливийский флот придет, иносказательно так скажет. Ну, понятно, да, что я вот совершенно потрясающе разбираю текстер Нострадамуса, и вас могу этому совершенно легко научить. Таким образом, конечно, никаких предсказанных точно Нострадамусом вещей не существовало. И даже эта история про Генриха, с которой все началось, она тоже, скорее всего, была потом притянута за уши. Существует миф о том, что Нострадамус очень боялся Гитлер, потому что Нострадамус написал о том, что великий Хистор будет заключен в железную клетку. И вот Гитлеру сказали, что это пророчество Нострадамуса, о том, что в России тебя схватят в плен и будут возить, как они возили всех своих лидеров крестьянской войны в железной клетке по городским площадям, а потом тебе, конечно, отрубят голову или колесуют. А потом выяснилось, что Хистор – это древнелатинское название Дуная. И в железную клетку он будет заключен. Видимо, где-то там берега будут укрепляться. Но это можно по-разному совершенно трактовать. Якобы Гитлер этого боялся, потому что в этом же Четверостишке ему нужен был союз с Туманным Альбионом. Написал Нострадамус, и якобы, прочитав это, Рудель въезд, полетел в Англию перед нападением на Советский Союз, полетел договариваться с бритишами, что нам надо совместным фронтом выступить и победить, соответственно, большевиков. Вот таким образом это все трактовалось. Было много цифровых предсказаний. 73 года величия, 73 года падения. Оттуда взялся миф о Советском Союзе, что через 73 года он ровно развалился, беловежские соглашения были подписаны. Посмотрите, Нострадамус про это говорил. И так далее, и тому подобное. И вот эта вот туманность формулировок, даже не туманность еще большая, а более вот эта вот хитроумная трактовка, как кому выгода, она привела к тому, что действительно любое свершившееся событие моментально трактуется, что оно было предсказано Нострадамусем. Либо Вангой, о которой мы тоже сейчас поговорим. С Вангой история более сложная, потому что Вангу мы, что называется, застали как современники. Умерла она всего практически недавно, по историческим меркам. Вчера, в 1996 году. Я не буду рассказывать историю ее появления, ей забита вся википедия. В раннем возрасте, 12 лет она попала в ураган, те глаза ее были забиты песком, повреждены ветками, она потеряла зрение, но с тех пор она получила паранормальные способности. И вот слава ее растет, и она начинает всем предсказывать, будущему мужу она предсказывала, она предсказывала всем знакомым, знакомым знакомых, и слава ее по Болгарии начинает ползти. Хотя она изначально родилась не в Болгарии, а в Македонии, и потом болгарская разведка ее обвинит в шпионаже в пользу Югославии. У меня с Вангой связан эпизод, о котором, по-моему, даже пресс писал. Я когда-то давно брал интервью у Константина Львовича Эрнст, и главы Первого канала, и он мне сказал, что вот он, про Гагарину хочет снять фильмы. В какой-то момент он говорит, я вот был у Ванги, тогда еще в 80-х, и, значит, она обо мне какие-то тоже очень глубокие вещи сказала, которые я вообще, я подумал, что, наверное, спецслужбы ей донесли. КГБшники или, значит, это самая болгарская спецслужба. Но самое главное, зашла речь о Гагарине, и я парировал ей, что, ну, а что Гагарин? Гагарин давно умер. Она сказала, ну, как давно? В этом марте вот умер в больнице. И я, говорит, так оцепенел. Вот такой, я был свидетелем этой беседы, и, соответственно, ну, вы знаете, миф о Гагарине, что на самом деле он не умер, а ассенировали его гибель в самолете, и потом его переместили на какой-то другой фронт работы, он попросил, что, устав от мировой славы, он сказал, что оставь меня в покое, дай простым человеком дожить свои годы, и вот он умер только там в середине 80-х, а не тогда, когда он погиб в самолете на самом деле. Вот такая история, известная история с артистом Тихоновым, который к ней приехал, и она сказала ему, ну, что, что Юрку-то Гагарина обидел? Он же тебе перед смертью сказал будильник купить, а ты забыл, он говорит, да, действительно, забыл, господи, какой ужас, и Тихонов потом журналист, бред, я с Гагарином вообще не был знаком, что вы говорите, но тем не менее, были вещи, которые, конечно, очевидно совершенно, что Ванга обладала паранормальными способностями, потому что ее первый большой клиент, если можно так сказать, это 42-й год, это болгарский, тогда еще царь Борис III, и вообще за все время, что Ванга ванговала, ее посетило около миллиона человек, это огромная, огромная, количество людей, и здесь история совершенно другая, потому что Ванга, конечно же, попала под контроль спецслужб, под контроль болгарской спецслужбы, под контроль КГБ, как старшего брата, это совершенно понятно, не потому что она кому-то там мешала, а потому что человек, о котором слывет такая молва, который таким образом влияет на массовое сознание, конечно, должен быть под контролем, но отсюда история о том, что люди важные, которые из других стран приезжали к Ванге, их селили в гостиницу, там под разными способами, выведывали у них какие-то вещи, докладывали их Ванге, она их потом выкладывала пришедшему, пришедший падал в обморок и сразу, значит, начинал ей про сокровенное задавать вопросы, подписать ли, условно говоря, этой стране дипломатический протокол вот с этой страной такого характера. спецслужбы и безусловно интересовались, и на самом деле Ванга, это тоже удивительная вещь, она была государственным работником, то есть болгарское правительство платило ей зарплату, и более того, за посещение Ванги были установлены фиксированные оплаты. Соцлагерь платил в болгарских левах, соответственно, жители капиталистических стран платили за визит по 50, а то и по 100 долларов, и это стало совершенно сумасшедшим бизнесом, Вангу взяли на зарплату и платили ей в пересчете на доллары 200 долларов в месяц. То есть для государства она генерила довольно большое количество кэша. Ну, понятно, миллион, это огромная цифра, миллион человек, которых ее посетили. Что мы знаем о Ванге? Распространена мифология о том, что она предсказала смерть Сталина, она предсказала Чернобыль, она предсказала, что Ельцин будет президентом в 1996 году, и действительно, Медведев, его пресс-секретарь, не Дмитрий Анатольевич, а другой Медведев, был его пресс-секретарем, он сказал, что он действительно посещал Вангу, и там сказал, что все на выборах будет хорошо, но у Ельцина больное сердце, и долго он не проживет. И так и получилось. В какой-то прессе написано, что она предсказала Фукусиму. Совершенно четко она говорила о том, что в 21 веке будет найдено лекарство от рака, как мы с вами знаем, пока ничего не нашли. Она предсказала в 2010 году начало Третьей мировой войны. Этого тоже не случилось, но с другой стороны мы понимаем, что произошла череда военных конфликтов в разных странах, одни конфликты до всего может дойти, поэтому Ванга вообще имела в виду совершенно другое. В 2011 году она предсказала огромную войну Запада с мусульманским миром. Ее тоже не случилось, но тем не менее предсказание такое было. Киркорову она якобы предсказала, что он женится на женщине с именем Аллы, и он болел, его отец поехал к Ванге. Она сказала, что с мальчиком все будет хорошо, но женится на женщине с именем Наа, не Али, Наа. Кого он первым увидит, когда откроет глаза? Якобы Киркоров откроет глаза? Там была трансляция по телевизору Золотого Орфея, и я Аллу Пугачеву выступал. Но это вот такие вот вещи, которые набрасываются в 5 секунд. Горбачев писал и говорил об этом в интервью, что ему рассказывали, что царь Михаил будет в Советском Союзе, но он к этому серьезно не относился, и потом он стал главой Советского Союза, тоже он, в общем, про эти прорицания все забыл, но тем не менее существовало это. Представители, вышедшие в отставку комитета государственной безопасности, признавали, что Ванга была на контакте, Ванга была на контроле через болгарские спецслужбы. Существовала в тот момент тоже легенда, что ЦРУ борется с Вангой целым пси-подразделением, потому что она на расстоянии может читать любой документ на столе любого политического деятеля Западной Европы. Ну, то есть понятно, что это, скорее всего, конечно, ересь, но безусловно, это бред, но тем не менее этого боялись. В наше время, я вам могу сказать, Ванга продолжает жить, потому что вот уже лет 25 она делает рейтинги любого телеканала в России. Вот в любой момент новая тайна Ванги, новое откровение Ванги, проклятие, оставленное Вангой, тайна завещания Ванги. В любой момент, в любой день, в любую точку эфира ставишь эту программу, и она дает феноменальный рейтинг на любом канале. То же самое с газетами, то же самое с интернет-сайтами. Вы зайдете сейчас в интернет, просто посмотрев эту передачу, что Ванга сказала о происходящем в России в 2023 году. Вам сразу вот такая вот гора предсказаний выпадет, и дальше по теории из десяти, наверное, одно может быть, а может быть, не сбудется ни одно из сказанных, но тем не менее, Ванга действительно по описаниям людей, которые у нее были, и люди эти, в общем, все склонны доверять, потому что никакой выгоды не было врать. Кому-то она предсказала болезнь и смерть родственников, кому-то она предсказала проблемы на работе, и это действительно исполнялось. Было ли это шарлатанством, ваше главное событие в вашей жизни впереди, или нет? Я не берусь судить, но тем не менее, совершенно очевидно, что паранормальными способностями Ванга обладала. Могла ли она читать будущее, я не уверен, но безусловно, она рассказывала, что она впадает в транс, и она работает, у нее была замечательная фраза, я по работе вторая после червей, потому что черви работают просто каждую минуту в земле, а я вот сразу на втором месте, потому что я просыпаюсь, приходят духи, начинают со мной разговаривать. Ко мне приходит человек на прием, он приносит с собой духов, они начинают задавать мне вопросы, я из головы им отвечаю, от них получаю информацию, таким образом доношу и до того, кто ко мне пришел. Ну вот представьте, что миллион человек, если мы с вами бы имели гипотетический шанс опросить всех, кто остался в живых, наверняка мы бы нашли какой-то существенный даже процент совпадений, что вот она, Ванга, мне такое предсказала, и такое со мной сбылось, потому что, ну это теория вероятности. Ванга, очевидно, что была дико популярна в Восточной Европе, и в какой-то момент, когда были трения между Югославией и Болгарией, ее по факту рождения, она родилась в Македонии, болгарские спецслужбы объявили шпионкой югославской. У нее были обыски, и по слухам, нашли крупную сумму в болгарских левых, она укрыла, значит, была какая-то черная касса. На ее деньги была в Рупите, в местечке, где она принимала, была построена церковь, и эту церковь долгое время не освещали, потому что православные священники считали, что все это колдовство, и как бы, как на деньги колдунь мы тут церковь будем вам освещать. Но тем не менее, церковь жива-здорова и до сих пор стоит. Совершенно понятно, что Ванга была дико популярна в Советском Союзе. В Советском Союзе, ну я еще помню себя ребенком, что называется, тогда было две вещи, Ванга и Мумиё. Вот, значит, Ванга, это такая бабушка в Болгарии, которая все знает, а Мумиё, это такая, значит, экскремента горных козлов, которая от всего лечит. Это вот из уст в уставах, в интеллигентских, полуинтеллигентских, вообще любых тусовках это передавалось. Кроме Ванги, в Советском Союзе, конечно, тоже были прорицатели. Но я не буду говорить, копать туда, вглубь веков, и монах Авель существовал, который сделал ряд предсказаний, сбывшихся и не сбывшихся. Тоже непонятно, на самом деле, было это правда или нет. Но Вольф Мессинг был, да, и это же тоже большая история. Польский еврей, который в 1938 году был дико популярен в Польше, который предсказал смерть Гитлера, и Гитлер устроил на него охоту, но в 1939 году Вольф Мессинг убежал на территорию Советского Союза. В 1940-м уже, в предвоенные годы, он встречался со Сталином, потому что Сталин услышал о его сверхспособностях и сказал, давайте мне сюда Мессинга вашего. И Вольф Мессинг пришел и показал Сталину фокусы. Ну, сначала он пришел якобы в его резиденцию, а охрана застыла, она не видела, кто пришел. Потом он, значит, по пустой бумажке получил в Госбанке 100 тысяч рублей на глазах у охраны Сталина, и все оцепенились, сказали, ну, это вообще как возможно-то. Вот, и Мессинг потом долгое время гастролировал на территории Советского Союза, его жена была его ассистенткой, они давали много концертов, предсказывали прямо в зале, что называется, в режиме лайф судьбу или предсказывали, объясняли происходящее с любым из зрителей, и он был дико популярен. В какой-то момент он даже раскрыл одно преступление, не могли его долго раскрыть, и вызвали из Москвы, это был, по-моему, в Новосибирске или в Владивостоке, вызвали из Москвы Мессинга, он очень быстро, значит, провел какой-то сеанс и сказал, вот, собственно говоря, человек, который, это речь шла о расхищении социалистической собственности от цеховика, проще говоря, вот этот человек украл, и меха у него лежат вот в таком-то месте, и действительно, поехала туда опергруппа, изъяла меха и сказал, вот, доказуха, и человеку увезли в тюрьму. Вот такие вот абсолютно непреложные факты существуют о Мессинге, и никто их объяснить не мог. Вот, ну, не мог объяснить до того момента, пока не открылись архивы. Выясняет, что ни в коем, ну, он родился, конечно, в Польше, никакой популярности он не обладал, в оккультных ругах никакого Мессинга не знали, ни с каким Сталином он не встречался, история про Госбанк совершенно выдуманная, потому что нельзя было прийти в Госбанк, и сейчас нельзя, и никогда нельзя. Вот вам квитанция, дайте мне 100 тысяч, потому что существует канцелярия, существует первое согласование, второе согласование, и потом в отдельной комнате ты получаешь деньги. Не было такого, никакого Сталина он не видел. История с цеховиком, против которого он нашел улики, оказалась очень простой. Опер знал, как, что этот человек имеет отношение к цеховикам, то есть к людям, которые расхищали социалистическую собственность, ему надо было как-то легализовать свои доказательства, вызвали Мессинга и сказали, вы подписите эту бумагу, и потом сказали, вот нам Мессинг сказал все, и легализовали таким образом улики. То есть, совершенно ничего из этого не подтвердилось. Каждый из прорицателей и Нострадамус, и Ванга, и Мессинг точно предсказали дату своей смерти, к этому вечеру меня не станет, а следующее утро я не увижу. Понятно, что до нас это все осталось и дошло в виде каких-то обрывочных записей. В конце 80-х, в 90-х зазвучало, вошла, взошла звезда человека, о котором вы слышали, это Павел Глоба, который делал тоже различные предсказания, он сейчас их делает, вы можете посмотреть. Предсказание тоже написано совершенно потрясающе ясным в кавычках языком, если вы зайдете там, что в 2023 году ждать России. Там очень хорошее предсказание, это будет сложный год, в котором будет пара непростых решений и несколько сложных переломов. Год будет очень тяжелый. В принципе, можно обращаться ко мне, я могу прилигненно раз в месяц давать такие прогнозы, а вы точно сможете давать их лучше. Вот такая вот история прорицателей. Я не хочу сказать, что мы вот сейчас с вами взяли тут и развенчали за час мифы, но тем не менее мы нашли им объяснение, что Нострадамус, конечно же, скорее всего, писал о событиях, которых он слышал или которые происходили прямо сейчас или которые произойдут. То, что войну протестантов и католиков предсказать мог любой человек, который более-менее соображал, какие происходят коллизии в церковной жизни и вообще в борьбе идеологии в Европе того времени. Про войну с исламом тоже совершенно понятно. Традиционно Европа находилась под угрозой, поэтому тоже это все можно предсказать. С Вангой история сложнее, потому что действительно мы имеем много свидетелей, которые говорят о том, что у нее были сверхспособности. Ну, вот, знаете, сверхспособность. Была такая Нинель Кулагина, которая умерла в 90-м году. И Нинель Кулагина, она могла вот так вот вилки и ложки к ней прилипали. И действительно собирали целые НИИ, и она могла на расстоянии двигать металлические предметы. И были написаны целые работы, посвященные телекинезу Нинель Кулагину. И он был доказан, задокументирован в лабораториях. Практического применения ему найдено не было. Я так думаю, ее сразу потягали в оборонную промышленность. А можно вот так авианосец американский двигать рукой. Но, тем не менее, зафиксировано, что действительно женщина управляла металлическими предметами. Вы здесь, конечно, мне напишите в комментариях, что у нас на работе мужик так умеет делать. И это тоже будет правдой. Тоже достаточно много и мужиков, и женщин, которых вы знаете, которых я знаю, которые действительно так могут сделать. Вероятно, скорее всего, человек обладает неким биополем, которым может пользоваться. У какого-то он сильнее, у кого-то слабее. Действительно, такие вещи есть. Объясните их с точки зрения науки. Я не берусь и наука не берется, честно говоря. Что же важно? Важно то, что люди это большие дети. Они всегда хотят открыть тайны. Они хотят заглянуть в будущее. Будущее всегда страшно. Мы не знаем, что произойдет. Это дверь, в которую предстоит войти. И вот каждый хочет эту занавеску приоткрыть и заглянуть. Что же там будет? Естественно, толкователи, которые толкуют эти прорицания, стараются толковать их так, чтобы было выгодно их начальству либо выгодоприобретателю. Отсюда все эти трактовки. Отсюда все эти бесконечно повторяющиеся эпизоды. Но это магия. И, слушайте, я знаю достаточно много состоятельных людей. У каждого есть какая-то бабка, которая предсказывает. Есть какой-то шаман. А у этого есть какой-то мексиканец. А здесь есть китаевед, который с помощью гадания по книге судеб или гаданию по конфуции предсказывает в эту сделку входить, а в эту не входить. И действительно, люди этим пользуются. Я 14 числа на подписание не полечу, потому что мне мой китаист сказал, что там будет сложная история или астроном еще. Таких же людей не один, а два-три сразу, чтобы, как говорится, как у врачей, иметь перекрестное мнение, что же случится завтра на переговорах. Вот китаист мне написал это, а астроном сказал, что телец зашел в Марс, поэтому я туда не полечу. Вот. Из более каких-то простых и банальных вещей, нулевых, огромное количество моих подруг пользовались услугами очень известной московской женщины. Она в основном гадала на суженых, на любовь. И она была белым магом, не черным, она сразу об этом говорила. И она давала рецепты, что как приворожить. И вот я очень хорошо помню, я тому свидетель, несколько девушек, они таким образом привечали будущего суженного, им было велено купить дорогие сапоги, не ношенные, да, внимание, не ношенные, дорогие сапоги, какой-то лабутен или что-нибудь еще, в 12 часов ночи в определенный день недели или в определенный день месяца у новодеющего монастыря поставить их на определенную могилу, там записываешь, что кладешь, и, соответственно, уходишь. ну, потом выяснилось, что таким образом просто обувную коллекцию пополняла женщина, которая давала им эти предсказания. Но они же и за эти предсказания, и за эти рецепты любви, конечно, платили еще большие деньги, там визит стоил типа 500 долларов. Вот, ну, понятно, что это шарлатанс, но тем не менее, мы не отрицаем, я не отрицаю, я думаю, что вы не отрицаете. Есть люди, которые странным образом умеют вот эти верхние частоты считывать и обращать их в смыслы. И эти смыслы иногда совпадают с тем, что происходит или произойдет с вами или с вашими друзьями. Но человечество вот это такой большой ребенок. Мы никому не верим, мы всего боимся, мы хотим, чтобы кто-то подтвердил нам нашу правоту или нашу неправоту, чтобы оградил нас от неудач в бизнесе, неудач в личной жизни, неудач в государственных делах. И, конечно, люди будут постоянно этим пользоваться. Это не говорит о том, что Ванга или Нострадамус были шарлатанами. Они, безусловно, были талантливыми людьми, обладавшими какими-то способностями. Но говорить о том, что они что-то предсказали, я бы не взялся. Я бы сказал так. Откровения, которые посещали в разное время эти две светлые головы, иногда удивительным образом совпадали с грядущими событиями. Вот. Поэтому я, честно говоря, прежде чем записать этот блог, я обратился тоже к специальному человеку. Вот он сказал, что будет приблизительно несколько сотен тысяч просмотров этого видео. Я буду этого очень ждать. Спасибо, что смотрите уроки истории. Субтитры создавал DimaTorzok